Слава Украине! Привет всем от Полонского! Наша любимая рубрика Потери российско-фашистских войск в Украине Сегодня у нас 26 февраля 2024 года Идет третий год войны с фашистской Россией Ну и потери расистов солидные, как обычно Скажем так, не дотягивает до 1000 лишнего состава в день Но тем не менее 880 это тоже очень хорошо Да, за вчерашний день на различных участках фронта В общем и целом суммарно было уконтропоплено 880 путинских вооруженных гельминтов И общее количество путерастов, которые пришли в Украину Убивать женщин и детей Но что-то у них не получилось или прошло не так Составляет уже 410 700 Бои идут по, собственно говоря, по всем тем же направлениям Где и раньше, под Бахмутом, под Авдеевкой Все то же самое Ведутся бои в Луганской области На Запорожском выступе, вот это там, где Работина Они заходили в Работина, потом им наваляли Они с Работина вышли, оставив там кучу Просто кучу двухсотых Крынки, они уже несколько раз объявили о их взятии В результате получили по морде И наши еще немножечко даже увеличили масштаб этого плацдарма То есть, где-то каких-то, знаете, категорических изменений на фронте нет Рашисты выдают за свое, скажем так За свой успех То, что они где-то зацепились за два дома Разрушенных, конечно же, разрушенного села Ну, если это считать успехом Ну, окей Да Посмотрим по технике По технике такие данные 13 танков за сегодняшний, за вчерашний, извините меня, день 6555 российско-фашистских танков Было уничтожено с начала агрессии И 37, много-много 37 броневичков 12 478 Сначала полномасштабки, да То есть, ну как Поддерживают иногда свою пехоту броней Но наши дроны сжигают все 12 арт-систем за вчерашний день Неплохо 9 993 всего Смотрите, скоро будет 10 тысяч, да И есть, есть юбилейный уничтожен А это не град был, извините Уничтожен юбилейный солнцепек Одна система РСЗО За вчерашний день Но это очень значимо Тысяча с начала войны Да, то есть, когда путло нападало на Украину Оно себе и представить не могло Таких потерь Да Дальше Два Средства ПВО уничтожено Всего 686 Да И по самолетам-вертолетам У нас остаются предыдущие цифры 340 и 325 Самолеты впереди Так сказать, да И 26 было сбито дронов За вчерашние сутки Но сегодня еще их там нашлепали Вот, но это уже не будет сегодня Это будет учтено завтра 7707 В общем итогом Также было сбито 3 крылатые ракеты Х-59, насколько я знаю За вчерашний день 1910 всего С начала войны Что же касается автотехники Автотехника тоже отрабатывается 26 грузовиков 13 037 всего И 2 единицы спецтехники Что дает нам 1580 с начала войны Таким образом Уничтожается путинская армия Постепенно в Украине Они кричат, что они развернули Огромное военное производство Что у них Экономика растет Еще раз говорю Военное производство Ни в коем случае Не может вызывать Роста экономики В том случае Если вы не получаете За это производство Денег То есть Если вы например Произведили танки И грубо говоря Продали в какую-нибудь Индию А Индия вам заплатила При этом живые деньги Это можно считать достижением Действительно Это что-то принесло в бюджет Когда же вы Восстановили танк Четвертой категории До какого-то такого состояния Что он Как-то дергаешь ручку И он как-то едет Куда-то Да Восстановили Он приезжает на поле боя Его через 15 минут Отправляют в утиль Сюрье То конечно же Это просто выкинутая Форточку Деньги Что и происходит На России В 99% Оружие Они никому уже продавать Конечно же Не в состоянии А вот Потери несут Сумасшедшие Да И получается То что их заводы работают Они работают в холостую Потому что Ну что Ну ты сделал Танк Его привезли на фронт Его разбили Все Цепочка закончилась Какая тут прибыль Никакой Вот Ни моральной Ни материальной Поэтому Ну если они надеются Что таким образом Они возрождают промышленность Или добьются каких-то успехов То пускай надеются Надежда же умирает Последним Последний Да Даже Даже у любителей Путина